По традиции, участники летнего трудового десанта школьников Дарницы, одного из районов Киева, открывают торжественной совместной линейкой. Отсюда, получив доброе напутствие старших товарищей, они разъедутся по различным совхозам пригородного Бориспольского района, чтобы совместить отдых с помощью сельским труженикам в их битве за урожай 78. Живут ребята в комфортабельных городках, созданных для них взрослыми. На берегу живописного искусственного озера раскинулся, например, лагерь «Романтик» в совхозе Синьковский. Вот еще один лагерь «Юность» совхоза Люберецкий. Такие же светлые, уютные, со всеми удобствами помещения в лагере «Дружба» совхоза Рогозовский. Сейчас в столице Украины реализуется большой комплексный план работы Киевской городской партийной организации по воспитанию и трудовой ориентации подрастающего поколения. Лагеря труда и отдыха – важная составная часть этого плана. Ведь здесь, кроме физической закалки, в известной мере проходит моральное становление личности, будущих, идейно убежденных строителей коммунистического общества. Строительство их велось силами предприятий района на долевом участии под руководством районного комитета партии. Это позволило в короткие сроки создать для ребят хорошие, со всеми удобствами городки в живописных местах пригорода. Вместе с квалифицированными педагогами, врачами здесь работают и лучшие производственники фабриков и заводов. Передают ребятам свои знания и опыт передовики совхозов, на базе которых расположены лагеря. Очень приятно видеть, с каким энтузиазмом подростки стараются общественно полезным трудом ответить родине на заботу о подрастающем поколении. Принимает посильное участие в осуществлении планов десятой пятилетки. Продолжение следует...